В Крымском федеральном университете прошла стратегическая сессия по организации образовательного процесса в БУЗе. Руководство, профессорско-преподавательский состав, студенты и эксперты обсудили новые пути развития обучения. Главными вопросами стали индивидуальные образовательные траектории, формат лекционных занятий, внутренняя организация работы со студентами и сроки начала учебного процесса. Если БУЗы работают по стандартной программе, условно они принимают студента на сегодняшний, а выпускают в будущее, а в будущее все может поменяться. И нужен какой-то инструмент гибкого реагирования и быстрого изменения. А БУЗы обычно очень инертные. И поэтому, по сути, сейчас речь идет о индивидуальных образовательных траекториях, где сам студент в процессе обучения может гибко анализировать рынок. Опытом реализации нового формата обучения поделилась начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского государственного университета Надежда Федорова. Она выступила на установочной сессии по онлайн-связи. Трансформация образования в БУЗе повышает конкурентоспособность выпускников и усиливает научную деятельность в непрерывном профессиональном развитии, отмечает специалист. Внутри пилота стало понятно, что нам придется централизованно коммуницировать со студентами. Мероприятие также посетили представители Совета министров Республики Крым. Вместе с ними сотрудники КФУ разделились на четыре рабочие группы. Директора структурных подразделений, заместители директоров, профессорско-преподавательский состав и студенты. Они обсудили преимущества индивидуальных образовательных траекторий и проблемы в решении ключевых вопросов. Несомненно, самый большой плюс в том, что ты сам можешь выбрать профессиональный контент, который тебе нравится, либо углубиться в уже направление, которое сейчас изучаешь. Мы обсуждаем сейчас моменты, которые можно улучшить у ребят. Масса идей, новых предложений. Я думаю, у нас все получится. На пленарном заседании каждая команда представила свои результаты. Плюсы и минусы вопроса и пути решения проблем. Кто-то говорит о том, что принятая система, она очень хороша, и индивидуализация должна начаться с первого курса. Кто-то говорит, нет, индивидуализация должна начаться именно со старших курсов и в большей степени формировать профессиональные компетенции. Но все отмечают, что возможность формирования разных профессиональных компетенций – это неоспоримое преимущество индивидуальных образовательных траекторий. И они действительно повышают конкурентоспособность наших выпускников на рынке. По итогам стратегической сессии были выявлены основные вопросы и нюансы новой образовательной системы. В будущем планируют проводить проектные сессии для решения каждого вопроса и развития отдельных аспектов индивидуальных образовательных траекторий в ВУЗе. Яна Дученко, Никита Шосток, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Редактор субтитров А.Семкин